Вычислим не квадрат 0, а мы с вами вычислим просто квадрат Гаусс-Руссу. Оказывается, что ответ не такой. Это будет P, если P минус 1 делится на 4, и это будет минус P, если P минус 3 делится на 4. То есть число P дает какой-то остаток в 2 не на 4, либо 1, либо 3. Я напомню, мы позаботились, что P у нас сейчас не равно будет. Так вот, оказывается, что S в квадрате это будет или P, или минус P. Напоминаю, на самом деле, в первом случае у нас S будет равным корням из P, а во втором случае оно будет равным их корням из P. Но вот это доказать тяжело. А, ну, это доказать можно. Это доказать мы сейчас сможем. Поехали. Что такое X в квадрате, мы с вами, конечно, уже понимаем. Это нужно взять просто-напросто такую сумму. Умножить его на себя. Все будет так же, как и вычисление квадрата модуля, только минуса не будет, потому что сопряженное время не берет. Итак, что у нас есть? Сумма эпсилон в степени K квадрат плюс M квадрат. Числа K и M пробегают значения от нуля до P минус 1. Ребята, вот здесь у нас возникает некая проблема. Потому что выяснилось, что все эти слова про комнату и пинец, это все, конечно, замечательно. Но у нас сейчас реально возникла необходимость размышлять на тем, что такое K в квадрате плюс M в квадрате. Значит, ответ подсказывает, что нужно сделать. Если число B дает остаток 1 деления на 4, то я просто-напросто должен вам сейчас объяснить, что в таком случае задача в точности такая же, как и предыдущая. То есть, на самом деле, вот, ребята, сейчас понимаем, на самом деле я могу сделать такую замену перемен в таком порядке, пусть здесь число M, что здесь получится то же самое, что было только что, когда была разность квадратов. А вот если у нас число P дает остаток 3 деления на 4, там будет все совсем по-другому, ничего не понимаешь. Поскольку я боюсь, что вы сейчас, к сожалению, ничего не понимаете, то давайте сделаем так. Ребята, мы заранее прошу прощения у тех, кто, что называется, большой и все знает. И сейчас мы с вами сделаем просто два численных эксперимента. Один эксперимент будет, когда мы вводим в качестве числа P, ну, давайте, скажем число 13. Скажем число 13, да? Вот, это у меня будет число сравнимое с единицей. Значит, здесь надо сделать очень быстро. Только единственная, только единственная проблема, господа, вы уже все помните, что на самом деле, когда выбрали квадрат, скажем, 1 квадрат и минус 1, то есть 12, это одно и то же, да? Поэтому на самом деле, вот, у нас будет повторение, допустим. Так, ну, поехали. Значит, что сейчас надо сделать? Меня интересуют квадраты. Квадраты бывают такие. 0, 1, что там дальше бывает? 4, 9, 3, да? 16, да? 25, по-моему, до 13, это сколько? Минус 1. Это 12, да. Так, дальше, что еще бывает? 36, по модулю 13, это 10. И что еще бывает? Так, что еще бывает? 49, по-моему, это 10. 10. Это 10. И дальше пошло так же. Согласны? Замечательно. Так, теперь здесь что будет? 0, 1, 4, 9, 3, 12, 10. Ну и опять 10. Так, все понимают, что будет дальше? 12, 3, 4, да? 12, 9, 4, 1. Замечательно. Теперь каждый раз складываем и берем остатки 1 на 12. 0, 1, 4, 9. Советую вам выписать эту таблицу и просто про каждое число посмотреть, сколько раз оно там встречается. А я сейчас то же самое скажу вам, что называется, при помощи формул. При помощи формул, чтобы сказать, на самом деле нужно заметить следующее. Нужно заметить, что в этой таблице у нас есть норма. То есть вот какая идея. Если P сравнима с 1 по 0,4, то минус 1 по P равняется 1. То есть существует такое целое число А, что А в квадрате дает остаток P минус 1. То есть А в квадрате сравнимо с минусом 1, и P его могут быть так. Вообще-то я довольно подробно рассказывал здесь о квадратичных вычетах, квадратичных невычетах. И этот теорему я доказывал. Давайте я сейчас, что называется, два слова напомню. Напоминание, ну там есть разные способы все это делать, но один из простейших способов заключается в следующем. Вы должны знать, что P минус 1 факториал сравнимо с минус 1 по 0. Вот один из способов быстро объяснить, почему существует такое число А. Дело в том, что мне сегодня все равно потребуются вот эти вот вещи о простых числах, поэтому я быстренько напомню, что есть что. Значит, посмотрите, смотрите, напоминаю малую теорему Ферман. Что такое малая теорема Ферман? x в степени P минус 1 сравнимо с единицей по модуру V, если x не делится на P. Это я сейчас объяснять точно не буду, господа, потому что это отдельная тема, и я считаю, что все-таки малая теорема Ферман, что называется, присутствующие знают, кому интересно, посмотрите лекцию. В общем, это важно, это нужно знать каждому. Если P простое число, а x по минус 1 сравним с единицей. А теперь внимание, x любое число от 1 до P минус 1 здесь может быть. Давайте рассмотрим такой многочлен. x по минус 1 минус 1. Замечательно. Рассмотрим такой многочлен. Какие же у него корни? Мы точно поняли, у него корнями являются все числа от 1 до P минус 1. Замечательно. Он по минус 1 степени. Значит, это и есть x минус 1 умножить на x минус 2 умножить на x минус 3 и так далее. То есть x минус P плюс 1. Вот, я разложил многочлен. Ну, естественно, что это имеется в виду по модулю P, потому что они корнями являются только по модулю P, а не как исчезные числа. Замечательно. Здесь P минус 1 степени, здесь по минус 1 степени. Давайте-ка сравним свободные члены. Здесь свободные члены. Это минус 1. Выписываю, минус 1. А здесь нужно взять, ну, каждый раз с минусом, произведение всех чисел от 1 до P минус 1. Значит, это будет P минус 1 факториал. Замечательно. А сколько минусов? Минусов P минус 1 штук. Число P нечетное, значит, минусов у нас четное число штук. Значит, я бы доказал вам теорему рис. Ну, разумеется, я ее по-другому можно доказывать. На основании того, что в каждом числу есть обратное по модулю P. Ну, не важно. Важно, что она есть. Теперь давайте подумаем. Теперь давайте подумаем. Если число P у меня имеет вид 4N плюс 1. Выпишу, что такое N минус 1 факториал. Так, интересно, где я это выпишу? А давайте вот прямо здесь. P минус 1 факториал. Это что такое? Это 1 на 2, на 3, на 4 и так далее. На 2N минус 1. На 2N. На 2N плюс 1. На 2N плюс 2. И так далее, и так далее. Вплоть до 4N. Потому что 4N это P минус 1. И вот это все хозяйство сравнимо с минус 1 по простому модулю P. Замечательно. А теперь, ребята, обратите, пожалуйста, внимание, что вот это число на самом деле довольно похоже на это. Объясняю, чем похоже. Дело в том, что 4N это P минус 1. 4N минус 1 это P минус 2. 2N плюс 1 это P минус 2N. То есть здесь у нас написано число P минус 1, P минус 2, P минус 3, это P минус 2N. Но нас интересует остаток отделений на P, поэтому все эти P, что нужно выбросить. Значит, остались только минусы. В количестве 2N штук это можно проигновировать. И фактически осталось число А. Ребята, здесь фактически написано, что минус 1 сравнимо с А в квадрате. Я сейчас объяснил, как термин Мерсонель получить то самое число А. Оказывается, что если простое число P имеет 4N минус 1, то в качестве вот этого числа А годится просто 2 минфатериала. Для этого я расписал просто P минус 1 минфатериал и заметил на такую забавную вещь, что 4N это по минус 1. Это вариант. Так, господа, я понял шестиклазник. Соответственно, если он понял, значит, и остальные тоже должны понять. Пошли разбираться с тем, что такое S квадрат, понимая вот N теоретку. И все очень легко. Смотрите, такое число А, что А в квадрате, это минус 1 у нас есть. Смотрите, что я сейчас могу сделать. Вот у меня есть числа М, которые принимают значения 1, 2, 3, 0 и так далее, вплоть до P минус 1 минфатериал. Я каждое из них умножу на А. Получится 0, А, 2, А, 3, А и так далее, P минус 1, А. Это понятно? А теперь внимание. Вообще, по модуру P, эти числа, это в точности, эти числа только перестанут. Поскольку эта лимма очень важна, и еще и еще раз повторю, если у нас число не делится на P, то когда вы выписываете все возможные остатки и умножаете их на это самое число А, то вы реально получаете какую-то перестановку на этих остатках. Между прочим, одно из доказательств малой теоремы Ферма получается ОМАТА. Только надо про ноль забыть временно и сказать, что вот у нас здесь числа такие же, а поэтому и в произведении P минус 1 минфатериал такое же, как А в минус 1 минфатериал, и умножить P минус 1 минфатериал, но и сократить, и получается малая теорема Ферма. Но сейчас разговор не о том, почему? Почему это так? Потому что эти числа все разные по модулю P. Но в самом деле, если где-то здесь у вас написано XA, и где-то в другом месте написано Y, и вдруг они дают один и тот же остаток. Это значит, что XA мин минус YA делится на P. Ну-ка, мидла. А вынесли. Получилось, что А умножить на X минус Y делится на P. Ну, а взаимно просто с числом P, значит, X минус Y делится на P, значит, был один и тот же остаток. Замечательно. Что это реально означает? Что я могу вот эту вот сумму переписать следующим замечательным образом. Х по-прежнему понимает значение от нуля до P минус 1, а вместо M я пишу AL. Поняли идею, да? Я говорю, что вместо вот этих остаток я могу написать эти, где L принимает значение от нуля до P минус 1, да. И здесь я пишу Эксилон в степени K квадрат плюс A квадрат L квадрат. Ребята, ну А квадрат это минус 1. Значит, у меня здесь в числителе получилось K квадрат минус L квадрат. Ну, это же здорово. Это же означает, что у меня получилась сумма, которую мы сегодня с вами уже считали. Сумма, когда K квадрат минус L квадрат у нас получилась равна P. Знать верхнюю строку и отпознать. Когда у меня есть число, которое дает остаток P минус 1 при делении на P, то что считать квадрат модуля, что считать просто квадрат, с точностью до перестанувки слогаемых, на самом деле это одно и то же. Ну, вообще все. Половину обещанной теоремы мы с вами доказали. Кстати, теперь легко понять и сколько раз в той самой таблице встречалось какое число. Заметьте, пожалуйста, у нас вместо суммы квадратов реально получилась задача по разности квадратов. То есть, посмотрите, всего пар чисел K, L у нас P квадрат в штук. Если вы решаете сравнение K минус L в квадрате сравнимо с некоторым там числом, с некоторым конкретным числом T, то посмотрим два варианта. Первый вариант. T это 0. Ну, тогда понятно, как это бывает. Это K минус L умножить на K минус L либо либо K равно L таких вариантов ровно P штук. Либо K равно минус L таких вариантов по идее тоже P штук, конечно, но есть один, который и там, и там. Поэтому на самом деле получается 2P минус один вариант. То есть P вариантов, когда это скобка равна 0, P вариантов, когда это скобка равна 0, но при этом есть один вариант, когда и то и то, когда К и О равна 0. Поэтому вот это если P сравнимо с 0. Замечательно. Следующий вариант, когда P несравнимо с 0. Ну, ребята, фиксируя значение К минус 3, вы однозначно находите такое капюшки, что это сравнение выполняется. Поэтому для T не кратного P у нас вариантов ровно столько, сколько бывает именно 0 остатков. То есть P минус 1 вариант, если T не сравнимо с 0. Кстати, давайте-ка на всякий случай проверим, оправдали ли, что P квадрат, это есть 2P минус 1 плюс P минус 1 умножить на P минус 1. Да, действительно, правда. Господа, для тех, кто ту таблицу для числа 13 сделал, у вас 0 должно было получиться ровно 25 штук. Каждое из остальных чисел должно было встретиться ровно, сколько раз? 12 раз. Ну, кстати, у кого есть компьютер, понимаете, как это делается? Вводится массивчик и двумерный массивчик. И каждый раз берете остаток от деления на P и считаете сумму квадратов. И получаете ответ. Так что даже не обязательно научитесь не ввести бумаги. Те, кто умеет программировать, могут это проверить очень дально. Ну, ладно, в любом случае, продумайте, пожалуйста. Потому что мне кажется, что я... Все здесь понятно, наверное, 16 на 13 выше человеческих сил. Давайте все-таки взять число 5, выпишем эту таблицу. Потому что мне очень хочется, чтобы вы действительно понимали, что... Что-то за эти миконикашки обжигают. Итак, 1, 2, 3. 4 в квадрате сколько будет? 16, 16 это 1, 9 это 4. Отлично. Значит, наша работа. Написать вот такую таблицу. Каждый раз взять остаток от деления на 5. И проверить, что в этой таблице нулей будет 9 штук. А от тех остальных чисел будет по 4. Давайте сделаем. 4 плюс 4 это опять 3. Это будет 0. Нулей. Увидели? Да. Увидели. Единицы. Правда, что 4 штуки? Да. Замечательно. Двоек. Да, двоек было так же. Дроек, 4. Все. По-честному? Да. По-честному. Все, по крайней мере, это 5-3 здесь. Продолжение следует.